8 побед в 8 игр. Правда, есть сомнения в том, что на полную мощность играет складывающаяся тройка нападения Мбапе, Месси, Неймар. И мы видим представителя этой тройки сейчас перед нами. Короткий галстук и длинные широкие шаги начинают. У Хосе Пагвардиолы не сыграет Илькай Гюндуган. Он травмирован. Травмирован также Александр Зинченко. А вот Париж поставил практически всех своих травм. На таком уровне с таким опытом могут быть такие. Мбапе, передача, Неймар тоже передача. И вот Идрисагиев колачивает первый мяч в этой игре. Уже три мяча в чемпионате Франции на счету этого полузащита. И Неймар отреагировал на это с большой поводом вмешиваться. И вот передача обостряющая. Какая фантастическая передача. Летела, да не пролетела. В итоге у Канцелу ни разу не атаковал ворота Донна Румы. И в поисках... Кевин Дебройне. Отличный пас. И мяч. Не идет в ворота Парис Энджермен. По-моему, две перекладины и штанга. Как? Как будто какой-то не пробивает. Гениальной скоростью на гениальной высоте. Работает Неймару, поскольку Нуну Мендеш... Ой, в свои, в свои! Эрера. И нет подачи. И удар Джан-Луинджи до Наруба. Вот такой мяч, конечно, обязательно надо было стараться ловить сразу. Обязательно приклеить. Сейчас, поскольку удара еще долго не будет, решил арбитр, второй помощник Алонсо Фернандес, все-таки дать отмашку. У него снова юный Нуну. И удар-поворот. Лучше всего, получается, у Сити, конечно, атаковать. А мяч уже в центре у Неймара. И Неймар отправляет мяч на трибуну болельщиков. Ну, не забываем, что две перекладины и штанга еще у мяча. Чемпионат Европы не встречались, а здесь Мбаппе. А здесь в одно касание бьет, кто бы мог подумать. Не Месси, не Неймар, а Андер Эрера. И Дрисагие, и Андер Эрера. Ну и... Как же можно забыть о центральном защитнике Маркини. Навешивает. И бьет в упор. Рубен Диаш. Донна Рума. Блестящая игра. Две-три минуты из-за повреждений, которые получали футболисты. Отличная передача в штрафную площадь. И момент Рахима Стерлинга, добежав до углового флажка со своим флажком. Помощник главного, по-моему, все-таки начал их создавать. Передача Мореза Брюйной. Голень Донна Румы останавливает удар. Снова Канцелу и подача в штрафную площадь. Донна Рума вынужден был отбивать перед собой. А уж там как получится, и если кто-то на помощь придет. Пришли. Похватил, вошел в штрафную площадь. Первый шанс Неймара. И не стал даже думать, видимо, о том, что выделиться. Этим шансом он был полностью. С. И дальний удар с рикошет. Четко в позицию Гриллиш и вышел. Касался ли здесь Донна Рума? Перед ними трое соперников Месси. Стенка Месси. Месси гол! Первый гол за Париж. И 2-0. Вот так. Лучшая команда пока... Пас прошел. Играть-то можно Донна Рума, а все уже встали почему-то в обороне Парис Энджермен. В ожидании взмаха флажком. Вот он. В этой длинной красивой драме футбольной жизни. Удар с левой Мореза. И... Джан Луиджи Донна Рума в правом углу. Встречается с мячом. Снова Месси лежит за стенкой. Нет, Месси здесь был на ногах. Новый удар Мореза получился другим. Он просто так своего места в воротах не отдаст Донна Руме, но тот сыграл сегодня на ноль. Атака Парижа на два. И мы увидели первый гол в этом городе. Команд в первом круге дело было. И тогда 2-0 с голами Идрисы Папагея и Лео Месси. Первый гол Месси и Месси. Родриго и Гюндаганом. Нам рисует Родриго в центре Гюндагана. Правее Зинченко, левее. Скорее всего, это правда. Не буду говорить на 100%. Мы увидим это очень страшно. И... Наверное, тактики много. То есть шахматы футбольные тоже, наверное, подвигают сегодня весьма активно в разных направлениях. Наставники команд сегодня в исполнении первостатейных. Конечно же, человек, который будет искать зоны повсюду в атаке у Манчестера. Снель Кемпембе, но есть продолжение. Хорошая на дальнюю. И... Родри. Кемпембе успел смахнуть мяч. Уже подача следует. Не дают. Возможно, был. Во в сайте, но нужно доигрывать. Ну, ну, Мендеш. Ничего себе. Ну, вот он-то уж, похоже, точно был во в сайте. Флаг мы видим. Положение вне игры. Пасан Гюндагана, а тот распорядился пяткой удар. Какой удар! И чудом! Мяч не попадает на ворота. Ну, а это чудо. Ашраф, какими его зовут? Посмотрите. Исполнял. Ну, просто вот как Гюндагана на дальнюю! У-у-у! Подача! Подача канцелу! Тебе юношеский максимализм! Декабря случится это. А сейчас Зинченко! до мореза бернарду сила и среди хоккей перекладывать на левую и можно прошивать но в штангу штангу хладнокровнейший гюндоган попадает ну что наверное реакция пепа гвардиолы с удар дальний красавец какой кейлор навас все чуть не до сантиметра вымерил вот в этих своих движениях папе будет момент здорово и гюндоган нет ноль-ноль по-прежнему и звучит свисток означает ли он офсайд да был и лео два касания третья это передача рикошет и мяч в воротах кильям папы сегодня человек играет 50 матч в лиге чемпионов и вот так красиво отмечает его взятие ворот между мимар держит паузу мбаппе про стресса нужна замена но паузу не никогда пока дел не замка локер моррес пауза удар брос нужен прострел и он идет и мяч в воротах рахим рахим стерлинг 11 да ликует манчестер счет ничейный и сколько же еще мы ждем надеемся и верим придумают сердце удар но голые сейчас вот они пришли основательный пробил как здорово габи жезус попал ведь выручил кейлор на вас выручил неймар и не попадает катит в ближний все видит и чувствует но не попадает и германа жермена все нет а вот сейчас жерман может лучше на дальнюю бернарду класс 21 вот это разыграно на раз-два-три пари сен-жермен 12 даром что в гостях разом локер ему поперечился партнер опять вот да классная передача по 90 сыгранных финальный свисток немедленно друг друга обняли друг друга поняли и и разошлись манчестер